Партнер рубрики «Одома лучше» – магазин Пороскева. Эксклюзивная одежда из натуральных тканей от российско-дизайнерской марки Жан и Пороскева. Чтобы великолепно выглядеть, не обязательно быть молодой и красивой. Загорелые полные энергии мама и дочка Плуновы вернулись к работе. Но даже в своем уютном кафе с привычными русскими блюдами Галина вспоминает экзотические обеды на побережье острова Винперл. Под соломенной крышей они делают свои спринг-роллы, какие-то вот темпура овощи хрустящие, лапша, очень знаменитый суп фо, который они едят 24 часа в сутки. То есть это национальная еда, варятся бульоны и все, что вот у них водится, все это в этот бульон. Остров Винперл считается жемчужиной Вьетнама и самым престижным курортом страны. Южно-Китайское море разделяет это место и материк. Добираются на большую землю, в основном на катерах. Но есть более романтичная и захватывающая переправа. Подвесная канатная дорога. Ее протяженность где-то около 3000 большим хвостиком метров. Одна из самых длинных, можно сказать, в Юго-Восточной Азии. И придя на рецепшн, оформившись, нас отвели на катер. И мы за 8 минут были уже на острове. Хотя все номера отеля были заняты, увидеть здесь других отдыхающих оказалось не так-то просто. Туристы разбредались по любимым райским уголкам острова. Галина и Ульяна владения Винперла исследовали пешком. Оказалось, вся территория поделена на три части. Парк, зона отеля и очень большой гольф-клуб. Там проходят мировые чемпионаты по гольфу. Мы туда не ходили, нам это было не нужно. Самое мистическое и почти безлюдное место на острове – буддистский храм. Туристкам пришлось примерить национальную одежду. Посещать засветилище можно только с покрытыми руками – как мужчинам, так и женщинам. Достаточно двойственное впечатление про пагоду. Мы доехали туда на Тук-Туке, нас встретил, можно сказать, консьерж, выдал нам наряды. Мы пошли в пагоду. В пагоде не было совершенно никого. Такое ощущение, что за нами кто-то где-то следил. Просто пустынное здание и огромный Будда белый. Аквапарк занимает половину всей территории острова, а окутывают Винперл белоснежные песчаные пляжи. Экскурсиям Галина и Ульяна предпочитали отдых у Лазурного моря. Созданные уют и комфорт для отдыхающих не портят природную первозданность этой дивной местности. Фрукты сами падали под ноги. Свежие плоды всегда можно было купить и у отеля. Два-три манго, яблоки, груши – это всё в пределах 80 рублей. То есть нормальный пакет фруктов. Мы все были в кокосах. Маленькие кокосы недозревшие падали на траву. Собирали, конечно. Потом нам это надоело, стало неинтересно. Каждый турист получал по приезду пластиковую карту. Она была паспортом, деньгами и проходным билетом в любое место на острове. В последний день, когда мы уходили, уже в последние минуты, съела нашу карту и больше нам её не отдали. Можно сказать, мы ощутили, что всё, мы отсюда уезжаем. Безусловно, я получила тот заряд энергии, который хотела. Я хотела, можно даже немножечко, вот обидным словом сказать, пассивного отдыха. Вот того отдыха, который тебя обновляет. Ты действительно отдохнул, выспался, получил много новых эмоций, увидел много новых картинок. Приехал, готов к работе, готов горы переворачивать. Партнер рубрики «А дома лучше» – фабрика натяжных потолков «Твой стиль».